ГУСТАВ ЛЕБЕР Л'ЭДУКАСИОН САНТИМЕНТАЛЬ Воспитание чувств История молодого человека Часть первая, глава первая Около шести часов утра 15 сентября 1840 года пароход «Город Монтеро», выпуская густые клубы дыма, готовился отчалить от набережной Святого Бернара. Спешили запыхавшиеся люди. Бочки, канаты, бельевые корзины загораживали дорогу. Матросы никому не отвечали, все толкались. В проходе около машин горой лежали тюки, и шум сливался с гудением пара. Врываясь через отверстие в обшивке труб, он заволакивал все белесоватой пеленой, а колокол на баке, не переставая, звонил. Наконец судно отвалило, и берега, застроенные складами, верфями и мастерскими, медленно потянулись, развертываясь, точно две широкие ленты. Молодой человек, лет восемнадцати, с длинными волосами, неподвижно стоял около штурвала, держа под мышкой альбом. Сквозь мглу он всматривался в какие-то колокольни, в какие-то неизвестные здания. Потом в последний раз обел глазами остров Святого Людовика, старый город, собор Богоматери, и, наконец, глубоко вздохнул. Париж исчезал из глаз. Господин Фредерик Муро, недавно получивший диплом бакалавра, возвращался в Нажан-на-Сене, где ему предстояло томиться целых два месяца, прежде чем он уедет изучать право. Мать, снабдив сына необходимой суммой денег, отправила его в Гавр, навестить дядю, который, как она надеялась, мог оставить ему наследство. Фредерик приехал оттуда только накануне, и, не имея возможности задержаться в столице, вознаграждал себя тем, что возвращался домой самым длинным путем. Суматоха улеглась. Все разошлись по своим местам. Кое-кто, стоя, грелся у машины, а труба с медленным ритмическим хрепением выбрасывала дым, поднимавшийся черным султаном. На медных частях появились капельки и стекали по ним. Палуба дрожала от легкого внутреннего сотрясения, и колеса, быстро вращаясь, разбрасывали брызги. Река была окоемлена песчаными мелями. По пути встречались то плоты, которые начинали раскачиваться на волнах от пароходов, то какая-нибудь лодка без парусов, а в ней человек, удивший рыбу. Вскоре зыбкая мгла рассеялась, показалось солнце, холм, возвышавшийся на правом берегу сены, стал постепенно понижаться, а на противоположном берегу, еще ближе к реке, появился новый холм. Он увенчан был деревьями. Среди них мелькали приземистые домики с крышами в итальянском вкусе. Вокруг них сады, спускающиеся по лосклону и отделенные друг от друга новенькими оградами, железные решетки, газоны, теплицы, вазы с геранью, симметрично расставленные на перилах, на которые можно было облокотиться. Ни один путешественник, завидев эти нарядные приюты, отдохновения, жалел, что не он их владелец и рад был бы прожить здесь до конца своих дней с хорошим бильярдом, лодкой, подругой или каким-нибудь иным предметом. Мечтаний. Удовольствие, которое испытывали впервые, совершавшие путешествие по воде, способствовало сердечным излияниям. Бесельчаки начинали шутить, раздавались песни, было весело, кое-кто уже приложился к рюмке. Фредерик думал о комнате, в которой ему предстояло жить, о плане драмы, о сюжетах для картин, о будущих любовных увлечениях. Он находил, что счастье, которого заслуживало совершенство его души, медлит. Он декламировал про себя меланхолические стихи, нетерпеливо расхаживал по палубе, дошел до конца ее, где висел колокол, и здесь, среди пассажиров и матросов, увидел господина, который развлекал комплиментами какую-то крестьянку и при этом вертел золотой крестик, висевший у нее на груди. Мужчина был весельчак, курчавый, лет сорока. Коренастую фигуру его плотно облегала черная бархатная куртка, на манжетах батистовой сорочки сверкали две изумрудные запонки, а из-под широких белых панталон видны были какие-то необыкновенные сапоги из красного софьяна с синими узорами. Его не смутило присутствие Фредерика, он несколько раз к нему оборачивался и подмигивал, словно хотел с ним заговорить. Потом угостил сигарами всех стоявших вокруг, но, соскучившись, видимо, в этой компании, вскоре отошел. Фредерик последовал за ним. Вначале разговор касался различных сортов табака, потом самым естественным образом перешел на женщин. Господин в красных сапогах дал молодому человеку несколько советов, он развивал теории, рассказывал анекдоты, ссылался на собственный опыт и вел свой развращающий рассказ отеческим, забавно простодушным тоном. Он называл себя республиканцем. Он много путешествовал, был знаком с закулисной жизнью театров, ресторанов, газеты, со всеми артистическими знаменитостями, которых фамильярно называл по имени. Фредерик вскоре поделился с ним своими планами, он их одобрил. Но, внезапно прервав разговор, взглянул на трубу парохода, потом быстро бормоча стал производить длинные вычисления, чтобы узнать, сколько получится, если поршень сделает в минуту столько-то ходов и так далее. А когда цифра была определена, начал восхищаться пейзажем. По его словам, он был счастлив, что теперь отдыхает от всяческих дел. Фредерик чувствовал некоторое почтение к нему и не устоял против желания узнать, как его зовут. Незнакомец ответил, не переводя дыхание. Жак Арно, владелец художественной промышленности на бульваре Монмартр. Слуга фуражки с золотым голуном подошел к нему и сказал, «Не пройдете ли вниз, сударь? Барышня плачет». Он исчез. В художественной промышленности предприятий смешанном объединялись газета, посвященная живописи, и лавка, где торговали картинами. Это название Фредерику неоднократно приходилось читать в родном городе, на огромных объявлениях у книготорговца, где имя Жака Арно занимало видное место. Солнце стояло над самой головой, в его лучах сверкали железные скрепы мачт, металлическая обшивка судна и поверхность воды. От носа парохода расходились две борозды, тянувшиеся до самых лугов. При каждом повороте реки взгляд вновь встречал все те же ряды серебристых тополей. Берега были совсем безлюдны. В небе застыли белые облачка, и скука, смутно разлитая повсюду, казалось, замедляла движение парохода и придавала путешественникам еще более невзрачный вид. За исключением нескольких буржуа, ехавших в первом классе, все это были и рабочие, и лавочники с женами и детьми. В ту пору принято было похуже одеваться в дорогу, поэтому почти все были в каких-то старых шапках или выленявших шляпах, в обтрепанных черных фраках, истершихся за канцелярскими столами, или же и в сюртуках, так долго служивших их владельцем за прилавках магазина, что продралась вся материя на пуговицах. Кое-у кого под жилетом с отворотами виднелись калинкоровая рубашка, забрызганное кофе. Галстуки, превратившиеся в тряпку, были заколоты булавками из накладного золота. Матерчатые туфли придерживались штырибками. Какие-то подозрительные личности с бамбуковыми тростями на кожаных петлях косились по сторонам, а отцы семейств таращили глаза и приставали ко всем с вопросами. Одни разговаривали стоя, другие, присев на свои пожитки, некоторые спали, забившись в угол, кое-кто занялся едой. На палубе валялись ореховая скорлупа, окурки сигар, кожура от груш, обрезки колбасы, принесенной в бумаге. Три столера, одетые в блузы, не отходили от буфетной стойки. Орфист в лохмотьях отдыхал, облокотившись на свой инструмент. По временам слышно было, как в топку бросает уголь. Раздавались возгласы, смех, а капитан все время шагал по мостику от одного кожуха к другому. Чтобы пройти к своему месту, Фредерик толкнул дверцу в первый класс, потревожив двух охотников с собаками. И словно видение предстало ему. Она сидела посередине скамейки, одна. По крайней мере, он больше никого не заметил, ослепленный сиянием ее глаз. Как раз, когда он проходил, она подняла голову. Он невольно склонился и только потом, когда сам занял место немного подальше, с той же стороны, что и она, стал смотреть на нее. На ней была соломенная шляпа с широкими полями и розовыми лентами, развивавшимися по ветру за ее спиной. Гладко причесанные черные волосы, собранные очень низко, спускались на щеки, касаясь кончиков длинных бровей, и словно ласковыми ладонями сжимали ее овальное лицо. Платье из светлой кисеи с мушками ложилось многочисленными складками. Она что-то вышивала. Ее прямой нос, ее подбородок, вся ее фигура вырисовывались на фоне голубого неба. Она продолжала сидеть все в той же позе, а он несколько раз спорошился взад и вперед, стараясь казаться равнодушным, потом остановился возле ее зонтика, прислоненного к скамейке, и притворился, будто следит за лодкой на реке. Никогда не видел он такой восхитительной смуглой кожи, такого чарующего стана, таких тонких пальцев, просвечивающих на солнце. На ее рабочую корзинку он глядел с изумлением, словно на что-то необыкновенное. Как ее зовут? Откуда она? Что у нее в прошлом? Ему хотелось увидеть обстановку ее комнаты, все платья, которые она когда-либо надевала, людей, с которыми она знакома, и даже стремление обладать ею, исчезало перед желанием более глубоким, перед мучительным любопытством, которому не было предела. Подошла негритянка с косынкой на голове, ведя за руку девочку, довольно большую. Ребенок только что проснулся и был весь в слезах. Она посадила девочку к себе на колени. Девица плохо себя ведет, а ведь ей скоро уже семь лет. Мама ее разлюбит, слишком часто прощаются ей капризы. И Фредерик радостно слушал. Точно все это было для него откровением. Уж не андалузка ли она родом или креолка? И не с островов ли вывезла ли она эту негритянку? За ее спиной на медной обшивке борта лежала длинная шаль с лиловыми полосами. Не раз, наверное, на море в сырые вечера она куталась в эту шаль, укрывая ею ноги, спала в ней. Но бахрома перетягивала шаль вниз. Она постепенно скользила. Вот-вот упадет в реку. Фредерик бросился и подхватил ее. Дама сказала «Благодарю вас, сударь». Глаза их встретились. «Жена, ты готова?» крикнул господин Арну, появляясь на лестнице. Мадемуазель Марта побежала к нему, повисла у него на шее и стала дергать за усы. Раздались звуки арфы, девочке захотелось посмотреть на музыку, и вскоре негритянка, посланная за арфистом, привела его в первый класс. Арну узнал в нем бывшего натурщика. К удивлению присутствующих, он стал говорить ему «ты». Но вот арфист откинул свои длинные волосы, вытянул руки и начал играть. То был восточный романс, где речь шла о кинжалах, цветах и звездах. Человек в лохмотьях пел обо всем этом пронзительным голосом. Стук машины врывался в мелодию, нарушая такт. Арфист сильнее ударял по струнам, они дрожали, и, казалось, в их металлических звуках слышны были рыдания и жалобы гордой, но побежденной любви. Леса, тянувшиеся по обоим берегам, спускались к самой воде, проносился свежий ветерок госпожа Арну с рассеянным видом для дела вдаль. Когда музыка умолкла, она несколько раз сомкнула и разомкнула веки, словно пробуждаясь от сна. Арфист смиренно приблизился к ним. Пока Арну искал мелочь, Фредерик протянул руку и, стыдливо разжав ее над фуражкой музыканта, положил туда Луидор. Нечеславие побудило его подать эту милостыню на глазах у нее, а порыв души, почти благоговейный, к которому он мысленно приобщил и ее. Арну, пропуская его вперед себя, стал дружески уговаривать его пройти вниз. Фредерик уверял, что сейчас только позавтракал, а на самом деле он умирал от голода, в кошельке у него не было уже ни сантима. Но тут же он решил, что имеет право, как и всякий другой, находиться в каюте. Несколько буржуа, сидя за круглыми столами, уже ели. Между ними сновал официант, супруги Арну расположились в глубине направо. Фредерик сел на длинный бархатный диванчик, убрав газету, лежавшую там. В Монтероем предстояло пересесть в шалунский дилежанс. Их путешествие по Швейцарии рассчитано на месяц. Госпожа Арну упрекнула мужа в том, что он слишком балует ребенка. Он что-то шепнул ей на ухо, должно быть какую-нибудь любезность, потому что она улыбнулась. Потом он встал и задернул занавески на окне за ее спиной. Низкий белый потолок резко отражал свет. Фредерик, сидевший против нее, различал тень от ее ресниц. Она прикасалась губами к стакану, отламывала кусочки хлеба. Медальон из бирюзы на золотом браслете в виде цепочки время от времени позвякивал, ударяясь о тарелку. А те, что были кругом, как будто и не замечали ее. Иногда в иллюминатор можно было увидеть борт лодки, причаливавшие к пароходу, чтобы принять или высадить пассажиров. Люди, сидевшие за столами, наклонялись к окошку и называли местность. Арно выражал недовольство поварам, а когда подали счет, возмутился и потребовал, чтобы избавили цену. Затем он повел молодого человека на бак выпить Грогу, но Фредерик скоро вернулся под тент, куда снова пришла госпожа Арно. Она читала тоненькую книжку в серебряной обложке. Уголки ее рта временами приподнимались и словно луч удовольствия озарял ее лицо. Он позавидовал тому, кто сочинил все эти вещи, видимо, занимавшие ее. Чем больше он любовался ею, тем сильнее чувствовал, как между нею и им возникает пропасть. Он думал о том, что вот сейчас надо будет расстаться с ней навсегда, не дождавшись от нее ни единого слова, не оставив у нее даже воспоминания. Справа была равнина, налево пастбище тянулась по склону холма, где виднелись виноградники, орешник, мельница вся в зелени. А дальше тропинки зигзагами вились по белой скале, уходившей в небо. Какое счастье подниматься рядом с нею на холм, обняв ее за талию, между тем, как платье ее будет задевать пожелтевшие листья и слушать ее голос, видеть сияние ее глаз. Пароход мог бы остановиться. Им стоило лишь сойти на берег. Но все то, что казалось так просто, было не легче, чем повернуть солнце. Немного дальше открылся замок со стоконечной крышей с четырехугольными башенками. Перед его фасадом расстилались цветники, а липовые аллеи уходили вглубь парка, смыкаясь высокими темными сводами. Он представил себе, что она гуляет вдоль живой изгороди. В эту минуту на крыльцо, где стояли катки с померанцевыми деревьями, вышли дама и молодой человек. Потом все скрылось. Под до него играла девочка. Фредерик хотел ее поцеловать. Она спряталась за няниной спиной. Мать пожурила ее за то, что она нелюбесна с господином, который спас шаль. Не приглашение ли это вступить в беседу? Быть может, теперь она заговорит со мной, спрашивал он себя. Времени оставалось мало. Как добиться приглашения к Арну? И Фредерик не придумал ничего лучшего, как обратить его внимание на осенние тона пейзажа и прибавил недалеко уже зима, время балов и обедов. Но Арну всецело был поглощен своим багажом. Показался Сюрвильский берег, приближались мосты, вот миновали канатный завод, ряд низких домов, на берегу стояли котлы с дегтем, разбросаны были щепки, на песке вертелись колесом мальчишки. Фредерик узнал человека в куртке и закричал ему «Поскорей!» Причалили. Он с трудом отыскал Арну в толпе пассажиров, и тот, пожимая ему руку, сказал «Всех благ, дрожайший!» Выйдя на набережную Фредерик оглянулся. Она стояла около руля. Он обратил к ней взгляд, в который хотел вложить всю свою душу. Она не пошевельнулась, как будто ничего не произошло. Не отвечая на приветствие слуги, Фредерик прикрикнул на него «Почему ты не подъехал ближе?» Слуга стал извиняться «Какой бестолковый! Дай мне денег!» И Фредерик отправился в Харчемню поесть. Четверть часа спустя ему захотелось как бы невзначай зайти на почтовый двор. Не увидит ли он ее еще раз? К чему? спросил он себя. И сев в американку, поехал. Не обе лошади принадлежали его матери, второе она попросила у господина Шамприона, сборщика податей. И Сидор, выехавший накануне, до вечера отдыхал в Бре, а ночевал в Монтеро, так что лошади, передохнув, теперь бежали резво. Без конца тянулись жневья, дорогу окаймляли два ряда деревьев, мелькали одна за другой кучи булыжника, и мало по малу Фредерику вспомнилось все путешествие. Вильнеев, кисточки его бахромы все время трепетали от ветра. Она была похожа на женщин из книг романтиков. Он ничего бы не прибавил к ее облику, ничего бы не убавил в нем. Мир внезапно расширился. Она была той лучезарной точкой, в которой сосредотачивался смысл бытия. И, убаюканный движением экипажа, он устремил взгляд к облакам, полузакрыл веки и весь отдался радости, мечтательный и беспредельный. В Бре он не стал ждать, пока лошадям зададут овса, и один пошел вперед по дороге. Арну звал ее Мария. Он крикнул громко «Мария!» Голос его замер в воздухе. Небо на западе пылало широким пурпурным пламенем. Большие скирды ржи, подымавшиеся среди сжатых полей, отбрасывали огромные тени. Вдали, где-то на ферме, залаяла собака, он вздрогнул, охваченный необъяснимым волнением. Когда Эсидор догнал его, он сел на козлую, чтобы править самому. Неуверенность миновала. Он твердо решил во что бы то ни стало войти в дом супругов Орну и ближе познакомиться с ними. У них должно быть весело, к тому же и сам Орну ему нравился, а там как знать. Лицо у него зарделось, в висках стучало, он щелкнул бичом, дернул вожжи, и лошади так понесли, что старый кучер то и дело повторял, потише, да потише, вы их загоните. Фредерик понемногу успокоился и стал слушать, что рассказывал слуга. Молодого хозяина ждут с нетерпением, мадемуазель Луиза даже плакала, так и хотелось поехать ему навстречу. Какая мадемуазель Луиза? Да дочка господина Рока. Ах, я и забыл, небрежно ответил Фредерик. Между тем лошади выбились из сил, обе они хромали, и на башне святого Лаврентия пробило уже девять, когда Фредерик прибыл на оружейную площадь, где стоял дом его матери. Этот просторный дом с садом, выходившим в поле, придавал еще больше веса госпоже Муро, самой уважаемой особи во всей округе. Она происходила из старинного дворянского рода, теперь угасшего. Муж ее, плебей, за которого выдали ее родители, погиб на дуэли, когда она была беременна, и оставил ей расстроенное состояние. Она принимала у себя три раза в неделю, и время от времени давала прекрасные званые обеды, но каждая свеча заранее была на счету, а арендная плата ожидалась с нетерпением. Эта ограниченность средств, которую она скрывала как порог, была причиной ее постоянной озабоченности. Но добродетель проявлялась у нее без ханжества, без озлобления. Малейшая ее милостыня оказалась величайшим богодеянием. С ней советовались о выборе прислуги, о воспитании молодых девиц, о том, как варить варенье, и его преосвященство, когда объезжал епархию, останавливался у нее. Госпожа Моро питала в отношении своего сына чистолюбивые надежды. Она, как бы заранее принимая меры предосторожности, не любила, когда при ней порицали правительство. В первое время Фредерику необходима будет протекция. Потом, благодаря своим способностям, он станет советником, посланником, министром. Его успехи в Санском колледже давали основания для ее гордости. Он получил первую награду. Когда он вошел в гостиную, все с шумом поднялись, его стали обнимать, потом расставили стулья и кресла широким полукругом у камина. Господин Гамблен тотчас же спросил его, как он смотрит на дело госпожи Лафорж. Этот нашумевший процесс сразу же вызвал горячий спор. Правда, госпожа Муро, к сожалению, господина Гамблена прекратила его. Гость же видел в нем пользу для молодого человека, будущего юриста и с обидой покинул гостиную. Впрочем, чему тут было удивляться, раз это приятель дядушки Рокко. В связи с дядушкой Рокком речь зашла и о господине Домбрёзе, который только что приобрел поместье Лафортель. Но Фредерико уже отвел в сторону сборщик подать и интересуясь его мнением о последнем труде господина Гизо. Все желали узнать, каковы дела Фредерико и госпожа Бенуа ловко приступила к расспросам справившейся о здоровье дядюшки. Как поживает этот милый родственник? О нем что-то ничего не слышно. А ведь у него есть в Америке троюродный брат. Кухарка доложила, что господину Фредерико подано кушать. Гости из скромности удалились. А когда мать и сын остались одни, она в полголоса спросила «Ну что?» Старик принял его очень сердечно, но своих намерений не открывал. Госпожа мороз вздохнула. «Где-то она сейчас, думал он, дирижант скатит, и, наверное, закутавшись в шаль, она дремлет, прислоняясь прелестной головкой к суконной обивке кареты». Когда они уже поднимались в свои спальни, мальчик из гостиницы «Созвездие лебедя» принес записку. «Что такое?» «Деларье просит меня выйти к нему», ответил Фредерик. «А, твой товарищ», с презрением усмехнулась госпожа Муро, «Нашел время, право». Фредерик был в нерешительности, но дружба пересирила. Он взялся за шляпу. «По крайней мере, не уходи надолго», сказала ему мать. «Откаж» «Нашел Продолжение следует...